Девятнадцать часов и девять минут Девятнадцать часов и девять минут Девятнадцать часов и девять минут Девятнадцать часов и 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 девятнадцать Да, то есть выход Великобритании из Евросоюза. На рубль, ну или на Россию, большого влияния это не оказало. Но, тем не менее, из-за этого события экономика Европы сейчас начинает трещать по швам в какой-то степени. То есть экономика стагнирует, проблема мигрантов становится все более острой. И с большой вероятностью в 2017 году евро будет, может быть, даже дешевле доллара стоить. Да ладно-ка! То есть сейчас я пойду чуть-чуть, но все-таки подороже. Сейчас он стоит примерно 1 доллар 3 цента. Так, надо покупать будет евро. Скоро будет уже один к одному. Интересно. А может быть, даже будет дешевле. Интересно, интересно. Это прогнозы на будущее. Давай начнем тогда с рубля. Если мы решили заглянуть в 2017 год, что будет с рублем? Всем интересно, стоит ли вкладываться в него или нет ему доверия? Ну, почему же? Рубль, в принципе, он так и будет, скорее всего, оставаться стабильным. То есть сейчас рамки диапазона это 59-70 рублей. Он мог бы, например, укрепиться еще сильнее. Ну, волатильность на рынке нефти, дефицит бюджета, ужесточение монетарной политики ФРС США, то есть вряд ли позволит паре доллар-рубль опуститься очень низко. То есть есть все-таки определенные риски и все равно слишком дорогой рубль. Как мы знаем, Россия тоже... То есть как в прошлом декабре, год назад не будет, когда курс менялся, переписывали, банки покупали трехзначные вот эти вот табло для курса, не будет такого. Ну, не ожидаем, не ожидаем. Кстати, вот буквально сегодня я, по-моему, где-то прочитал, да, что у нас в России людям не нужен какой-то дешевый рубль по 60 рублей. То есть нам нужен хороший, если уж покупать-то нормальный, дорогой по 80, по 60 нам доллар не нужен. Только неудачники покупают, да, доллар, видимо, по 60, да, нормальные ребята покупают по 80. Ну да, но зачем нам какой-то дешевый? В целом тогда для российской экономики, вот в конце этого года все так радостно замерли, когда нефть чуть-чуть где-то приподнялась на экономику, ну и теперь можно расслабиться. Теперь-то мы заживем, да, экономика совсем не будет. Про реформы немножко можно забыть, сейчас еще чуть-чуть и нефть подрастет. Что там нефтяный рынок-то у нас? Ну что касается нефти, да, как мы знаем, ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, согласовали с сокращением добычи. Это очень знаковое событие, такого не было очень давно. Вот поэтому, если, скажем так, не произойдет каких-то других исторических событий, влияющих на нефть, то есть это, если Трамп, например, не начнет резко возобновлять всю ту добычу, которая там в Америке была и возможна, скажем так. Сланцы вот эти все, да? Да, 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 да. То в таком случае нефть будет держаться вот на таких приемлемых уровнях. То есть, ну, выше 70, она, конечно, вряд ли поднимется, но там в районе 50-55, вот, наверное, справедливая для нее цена. Сильно плохо не будет, я перевожу сейчас для тех, кто может быть менее искушен в терминологии и следит за всем, что происходит. Высоких ценов тоже не мечтайте. Будет на таком приемлемом уровне, причем для всех. Напомню всем, в гостях у нас человек, который звучит в наших новостях в 8 утра и ровно в полдень, руководитель Инвестиционной академии Аль-Пари в Нижнем Новгороде Роман Воронов. Роман, тогда ждем еще и советов. Если во что-то вкладываться в будущем 2017 году, то во что? Это сберегательные вклады, это инвестиционные порфиры. Может, золото какое-то надо скупать. Золотые слитки, доллары, евро. Что именно будет в приоритете? Ну, что касается золота, то, наверное, не советовал бы, учитывая, что сейчас идет сильная тенденция к укреплению доллара. Соответственно, вся мировая экономика вроде как начинает восстанавливаться. И вот этот защитный актив, в качестве которого выступает золото, он уже, скажем так, не особо интересен для инвесторов. Соответственно, если его никто не будет покупать, то вряд ли он будет расти. То есть, если на какой-то длительный период, то, конечно, можно там завестись каким-то там золотым портфелем, портфелем драгметаллов. Но пока, как бы, в ближайшей перспективе это вряд ли. Отметаем золото все. Да, пока отметаем. Ну, как обычно, сейчас очень хороший повод, да, учитывая текущие курсы доллара и евро, сформировать определенную корзину валют для себя в качестве, там, такой подушки безопасности, в качестве каких-то сбережений, которые, например, имеются. То есть, если человек думает о том, да, во что сейчас сложится, есть свободные деньги, ну, на первое время можно там какую-то корзину валют для себя сформировать. То есть, купить часть евро, часть долларов, ну, и подождать какое-то время, а дальше будет видно, потому что сейчас, на мой взгляд, хорошая возможность предоставилась для этого. Потому что падение рубля, оно всегда возникает у нас неожиданно. То есть, мы вроде бы, как бы, привыкаем, смиряемся с тем, что все хорошо, и каждый день, там, рубль немножечко прибавляет, прибавляет, это, скажем так, притупляет немножко наше вот такое... Чувство опасности, да. Да, 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 да. А потом раз, и все, вроде уже поздно. А в недвижимость можно вкладывать? Если да, то в какую? Жилую, коммерческую? Какие есть, может быть, здесь расклады? Ну, в принципе, учитывая, что намечается восстановление, да, экономики, в том числе, и рост ВВП России, в принципе, в принципе, можно, почему нет. То есть, есть тенденция к тому, что она будет дорожать, учитывая, что сейчас она недорогая, почему бы не приобретать? О, все. Ты теперь знаешь, куда вложить ближайшую 13-ю зарплату. Ждем еще и поздравлений с наступающим Новым годом от Романа Ворнова в адрес всех жителей Нижегородской области. Обязательно всех жителей Нижнего Новгорода, Нижегородской области поздравляем с наступающим Рождеством, с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы Новый год, 17-й год, принес только радостные события и счастливое известие. То есть, 16-й год для нас был для всех и для многих, как мне кажется, достаточно сложным, високосным, поэтому хочется именно вот чего-то такого радостного и счастливого. И, естественно, пусть сделки будут прибыльными, инвестиции выгодными, ну а прогнозы верными. Спасибо. В свою очередь мы, наверное, редакция НН-Радио желаем Роману Воронову лично и Инвестиционной Академии Аль Пари в Нижнем Новгороде в целом давать наиболее точные прогнозы, лояльных клиентов. Конечно же, процветание. Да, и оставаться также вот верными маяками для слушателей НН-Радио, которые ориентируются на финансовый рынок, в том числе благодаря нашим новостям. Спасибо. Будем стараться. Спасибо. Роман Воронов был в гостях на НН-Радио, руководитель Инвестиционной Академии Аль Пари в Нижнем Новгороде. Запись на сайте nnradio.info скоро.